здравствуйте сегодня пятница и мы традиционно подводим итоги уходящей недели какие важные события произошли на территории городского округа красногорск все самое занимательное и интересное в материалах наших корреспондентов и операторов эта программа объективе к ртв в студии максим мельников мы начинаем на прошлой неделе мы рассказывали о проблеме долгостроя в жилищном комплексе спаский мост напомню застройщик обанкротился на стадии строительства последнего корпуса без жилья осталось 377 человек они должны были получить ключи в августе 2019 но благодаря совместным старанием дольщиков и администрации округа был заключен новый инвест контракт о том насколько эта мера оказалась эффективной в первом материале выпуска подъездная дорога покрывается свежим асфальтом а рядом укладывают резиновую крошку в основании детских площадок корпуса 10 дробь 2 жека спаский мост их будет сразу три согласно проекту благоустройства оно будет завершено в октябре обещают строителей говорят что они стоят работой внутри последнего подъезда многоэтажки долгостроя сейчас были заказаны было заказано оборудование на инженерные сети были заказаны спинкерность для спинкерной системы оросители задвижки крышный вентилятор и дымоудаление пока идем в графике за соблюдением графика следит администрация муниципалитета еще и сами дольщики проблемного корпуса инициативная группа постоянно на связи со строителями раз в две недели активисты выходят на объект чтобы убедиться в положительной динамике воочию видно что работа пошли та же стройка стояла практически год и движений практически не было но было горячего холодного снабжения было что-то делалось и что-то по электрике все остальное все стояло потому что не хватало денег средств средства в итоге нашлись благодаря новому инвестиционному контракту и в августе на объекте возобновились работы в них задействовано более 50 рабочих половина из которых трудятся в самом здании над отделкой инженерными сетями красногорск в экономике подмосковного региона играет далеко не последнюю роль несколько крупных предприятий округа известно далеко за пределами московской области но и среди них есть особенные они тесно связаны с историей становления и развития муниципалитетом таковым является завод бицема предприятие основанное в далеком 1932 году до сих пор является одной из ведущих компаний россии по производству автотранспорта специального назначения но а главное достояние завода это люди специалисты поддерживающие опыт и традиции алексей аметов лучший по профессии сварщик широкого профиля шестого разряда он выиграл конкурс мастерства который проходил в преддверии дня машиностроителя на двух красногорских заводах бицема и бестром сам праздник стал поводом поздравить лучших токаря слесарев фрезеровщика вместе с грамотами они получат на отбавку к зарплате есть подарки и для других заводчан которые трудятся на славу города чтобы находясь на улице заводская и низкое шоссе и улица заводская чтобы это заводская улица не осталось исторически спрашивали почему называется в заводская а чтобы все-таки понимали что это именно потому и названо что завод был сначала первый завод машиностроитель а потом что и заводская улица как завод как и стадион машиностроитель чтобы это не ушло в историю а все-таки машиностроение завод жил и процветал постоянно в работе это ведь как велосипедист если остановишься упадешь поэтому много планов по разным направлениям одно из последних направлений на бицеме актуальная сегодня электрическая тяга первопроходец в этом пылесос для уборки улиц ставку на экологию делает и сосед по цехам на бестром запустили производство бумажных пакетов как зеленую альтернативу пластиковым благодаря упаковке мы сохраняем порядка 30 процентов нашего урожая вот но в основном сейчас упаковка делается различные полимерные пленки а мы знаем какая ситуация со свалками все мы заходим магазин со сплошные пакеты из этих пленок поэтому у нас на сегодня день задача это сделать упаковку бумажные пакеты которые легко утилизируются и потом сжигаются уничтожаются за хорошую работу на торжественном собрании были вручены благодарственные письма от министерства инвестиций и инноваций промышленности московской области а также от губернатора отметили заводчан и администрация округа и совет депутатов резиновые квартиры явление сравнительно новое для россии ведь 10-15 лет для истории как говорится не что старт этого явления пришелся на распад советского союза тогда начался первый наплыв мигрантов из бывших союзных республик на заработки в москву и подмосковье сейчас соседи иностранцы дело для жителей столичного региона привычное главное чтобы такое соседство не мешало шумные семейные ссоры раздражитель для соседей а когда это происходит в съемной квартире негодование еще быстрее трансформируется в официальную жалобу в полицию так и случилось в доме номер три в военном городке павшина они как раз надо мной живут обращалась я несколько раз самой хозяйки я бы что за жильцы у нас там ну как-то ответ такой был вы зачем мне звоните ночью меня беспокоить и пока уже так произошло я говорю вы приезжайте посмотрите что у нас творится у нас все стены было из крови было впрочем грешат здесь теперь не на мужа с женой они переехали а на приезжих из квартиры этажом выше сюда этим утром нагрянули полицейские и сотрудники управления безопасности администрации 3 3 8 8 все из киргизии последние гости неофициальной столицы подмосковья здесь всего как пару дней а уже посетит участок для дачи объяснений вместе с родственниками по договору эти 44 квадратных метра снимает азадбек залимбеков он отец семейства и в красногорск приехал ради зарплаты на петровском строительном рынке здесь где-то 50 60 тысяч ну а по сравнению с вашей страной у нас мало восемь тысяч десять тысяч там мы недавно этот сняли эту квартиру сейчас этот продлим этот проект строится потом этот московской области сделаем выброс арбузных корок из окна случай затопления претензий соседей к резиновой квартире но основная слишком много жильцов такая же жалоба на других мигрантов из того же подъезда в ходе рейда было установлено что двух квартир проживает порядка 16 человек республики кыргызстан без регистрации по данному адресу все граждане сейчас доставляются в отдел полиции павшина для дальнейшего разбирательства будут составлены протокол об административном правонарушении вот и будет решаться вопрос о дальнейшем пребывании данных граждан на территории россии восемь квартирантов само по себе не преступление но регистрации в москве недостаточно для законной жизни в красногорске нужна по месту пребывания объясняют в полиции для приезжих из другой страны это нарушение миграционного режима зарегистрирован должен быть и арендодатель только в налоговой как самозанятый или индивидуальный предприниматель к владельцам съемных квартиру полиции еще остались вопросы осень уже окончательно пришла в подмосковье дорогах опавшая листва и влажность поэтому водителям советуют переходить на осенний режим езды все что связано с автомобилем не должно быть резким ни ускорения ни маневры ни торможения и повнимательное в темное время суток запачканные фары и зеркала заднего вида существенно снижают обзор по статистике именно осенью существенно возрастает количество дтп нередко жертвами аварии становятся пешеходы для сокращения таких печальных случаев на помощь водителям приходят современные технологии каждое третье дтп в московской области наезд на пешехода и почти 60 процентов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости решает проблему как показал пилотный проект министерства транспорта региона направленная подсветка это специальный светильник с линзой который направляет пучок света непосредственно пешеходный переход и подхода к нему делая человека заметным такая направленная подсветка она прекрасно зарекомендовала себя в европе еще там по 15-20 лет назад наши московские коллеги активно ее применяют уже там на протяжении нескольких лет и вот в подмосковье мы пробовали там и два года назад и в прошлом году жители на портале добродело обратились к нам с просьбой дополнительно подсветить пешеходный переход и именно поэтому как раз у нас подошла закупка появились светильники мы решили что одним из первых мы сделаем как раз вот этот аварийные с интенсивным движением или переходы около школ приоритет как раз такое модернизировали на улице карбышева рядом с красногорским четвертым лицеем дорога в школу даже за светло должна быть безопасной впрочем в это время года и восемь вечера густые сумерки прячут пешеходов от водительских глаз сейчас все подсвечено удобненько все все друг друга видят комфортно отдавали всего в программе на этот год полторы тысячи переходов 60 из них в городском округе красногорск на волоколамском ильинском пятницком шоссе а также на других улицах еще часть пешеходных зебр за свой счет должен оборудовать направленной подсветкой муниципалитет найти работу выпускникам непросто а если будущий сотрудник имеет ограниченные возможности здоровья все становится еще сложнее в россии работают программы помощи для таких особенных подростков одна из них национальный чемпионат профессионального мастерства амбилимпикс один из этапов состязания прошел на неделе в красногорске четыре компетенции 29 участников и столько же экспертов красногорский айти колледж на пару дней превратился в площадку областного чемпионата амбилимпикс соревнования в профессиональном мастерстве для студентов школьников и специалистов с ограниченными возможностями это шанс себя показать и других что называется посмотреть учусь на четвертом курсе уже последний год решил принять участие потому что для меня это интересно в принципе то есть это отчасти связано с моей профессии на кого я обучаюсь я занимаюсь то есть это тоже создание сайтов и следовательно это также связано с компьютером то есть мне нужно знать что из чего состоит веб-дизайн программирование сборка разборка электронного оборудования и соцработа каждое направление нашло своих конкурсантов их разделили по уровню от него зависит сложность заданий и время на их выполнение так в первый день ученики различных школ подмосковья демонстрируют знания в понятийном аппарате соцобслуживания студенты нашего красногорского колледжа принимает участие в 17 компетенциях поэтому студенты нашего колледжа разъезжайте и по другим площадкам это у нас как по айти технологиям так и по другим компетенциям обработка текста вязание крючком сухое строительство швея то есть мы в этом году автомобильное дело то есть у нас вот 8 территорий уехали повар-кондитер у нас 72 студента с ограниченной возможности в разных за с разными заболеваниями и колледж традиционно для своих студентов и инфраструктуру готовит и внимание особо уделяет естественно подготавливает педагогический состав для работы с подобными детьми для отбора на национальный обилимпикс победители этого областного этапа вернуться в красногорск уже в октябре испытания также пройдут в местном колледже на счету которого 5 призовых мест войти компетенции в прошлом году еще одна студентка в поварском деле взяла приз на федеральном уровне и сегодня готовится международному чемпионату продолжатель традиции телевизионного конкурса утренняя звезда площадка для открытия новых талантов шанс показать большой аудитории свои способности фестиваль 7 нот подмосковья собрал в молодежном центре самых успешных своих участников из красногорска талантливые вокалисты и танцоры ярко открыли очередной фестивальный сезон а каким он будет и что ждет новых конкурсантов ответы в сюжете выпуска конкурс детского и юношеского творчества 7 нот подмосковья возвращается после пандемии но пока формате встречи финалистов разных лет на сцене молодежного центра алина шиманаева на областном фестивале она выступала в 2016 году юная артистка признается 7 нот подмосковья любимый конкурс а музыка любимое занятие я и на танцы ходила и на лепку ходила и на рисование ходила и вообще везде ходила мне кажется все кружки у нас испробовала вот музыка ну скажем так приняла участие ну хорошо первый этап второй этап третий этап вот уже крокус я вот стою на этой огромной сцене впереди шесть тысяч человек это к нет все таки надо все таки надо это мое майский финал в крокусе этой традиции 7 нот подмосковья решено следовать и впредь неизменно остается также цель дать возможность молодому поколению реализовать свои таланты на большой сцене но некая перезагрузка все же нужна считает директор фестиваля илья колунов продолжает дело отца учредившего конкурс несколько лет назад что мы хотелось бы туда привнести да это наверное дать уже какой-то большей современности потому что ну во первых тренды не стоят на месте да как что-то меняется и творчество меняется и нужно идти в ногу со временем поэтому собственно говоря это моя главная задача чтобы деткам было действительно дать им действительно возможность развиваться в текущих реальных текущих тенденциях заявиться для участия в обновленных но как признаются финалисты прошлых лет по домашнему уютных условиях молодые музыканты со всех городов и весь и подмосковья смогут в октябре ноябре о старте приема заявок организаторы сообщат дополнительно от потенциальных участников потребуется заполнить онлайн анкету и загрузить видеозапись выступления на сайте фестиваля три минувших конкурса уже объединили более четырех с половиной тысяч юных талантов немецкая принцесса основательница марфа мариинской обители в жизнь великой княгини дома романовых елизаветы федоровны тесно связано с историей красногорском когда-то живописные берега москвы реки по дороге в звенигород настолько поразили царя александра второго что он распорядился выкупить семь деревень и построить тут имение которое затем и подарил жене и именно здесь начала путь к святости его невестка немецкая принцесса элиза которая вошла в историю не великой княжеской диадеме а в белом монашеском апостольнике в память об этом событии традиционно на территории муниципалитета проходит необычный крестный ход где собираются паломники со всех уголков россии из ильинского вусова десятый крестный ход в императорском имении начинается со службы в храме ильи пророка на территории городского округа красногорск здесь же формируется колонна из паломников которые примут участие в шествия в память о ста тридцатилетии становления московским генерал-губернатором великого князя сергея александровича и воцерковление его супруги елизаветы федоровны я очень люблю очень люблю я мы же раньше не знали ничего об этом о гибели царской семьи мученицы елизаветы когда ознакомились с житием конечно были очень потрясены вот я имею в храме наши близкие так что конечно хотим почтить память ее с сестрой с православной вдвоем ну тут есть еще наши прихожане я из нахабинского покровского храма таких как прихожане нахабинского храма со всей страны сотни и сотни мимо исторических зданий родильного приюта и лазарета для раненых русско-японской войне которые пока находятся на реставрации к водоразделу маршрут живописный но протяженные пять километров по стопам августейшей семьи которая по осени переезжала из летнего имения в ильинском в зимний дворец на территории современного оденцовского округа москва река и понтонный мост не стали преградой для многочисленных участников шествия погода несмотря на свою как вот такую нестабильность и постоянную угрозу дождя пока благоволит даже солнышко выгодно действительно прошли красногорскую часть пути форсировали москва реку да и теперь сейчас продолжим но прежде чтение акафиста святой преподобному ученице великой княгини елизавете федоровне мероприятие в подмосковном императорском имени ильинское усово прошло по благословению епископа одинцовского и красногорского фомы он не только прошел маршрут вместе с паломниками но и провел божественную литургию в спаском храме села усова общей молитвой и завершился крестный ход всем желающим предложили трапезу и экскурсию по выставке врачеватели души телес посвященную духовникам и медикам общим сестер милосердия под покровительством княгини великомученицы это все важные события красногорска за уходящую неделю впереди долгожданные выходные ну а я максим мельников прощаюсь с вами увидимся следующую пятницу до встречи